Всем привет, моя зелёная банда, с вами Fluttergreen, и сегодня у нас будет реакция на пони-страшилку Случай в отеле. Собственно, это пони-страшилка от Mayring, она её сделала, она её захотела сделать, и говорила о том, что если хочешь, можешь сделать реакцию, почему бы и нет. Это видео может быть в какой-то мере страшным. Если у вас слабая психика, или у вас в момент просмотра видео, уже ночь, просьба выключить это видео сейчас, в скобочках я вас предупредила. И я вас предупреждаю, то что у меня сейчас идёт сбор на стрим-марафон, осталось всего лишь 2 500, для того, чтобы мой стрим-марафон с 10 часового превратился в 20-часовой стрим, то есть, который будет после 20 декабря. Ссылочка в описании на донат, а также, а также, у меня открылся свой дискорд-канал, сервер, дискорд-сервер, на котором вы можете присоединиться, и я иногда буду записывать ролики с подписчиками, общаться просто с подписчиками, возможно, там, оценивать подписчиков прямо в дискорде, и ещё какая-то фигня. То есть, надеюсь, вам понравится. Давайте-ка начнём. Шо ж так громко-то? Дети, несомненно, одна из самых приятных вещей в жизни. С этим я спорить не собираюсь. Поэтому ты так грустно это говоришь. И виск девчонок и мальчишек, играющих тёплым вечером в салки на лужайке, очаровательный. Но только если эта лужайка не располагается прямо под окнами твоего номера, а ты едва приехал в город по своим делам, измотан дорожной тряской, и мечтаешь поскорее заснуть. Мне даже пришлось прикрикнуть с балкона на детей, чтобы они вели себя потише на сорванцы и не думали меня слушаться. Окей, давайте посмотрим, кто тут. Тут есть... Морошка. Я, по-моему, неправильно сказал или правильно, точно не знаю. Дензей. Я есть. Есть... Лемон Плей Сонг. И есть, конечно же... Джетикс. Просто, понимаете, сам Джетикс под моим последним роликом, в котором он тоже засветился, он такой, о, плюс ЧСВ, вот тебе ещё плюс два ЧСВ. А вот последнего я не помню, на самом деле имени, сорян, чувак. Я ворочался на кровати целых полчаса, прежде чем смог, наконец, привыкнуть к детскому гомону и... А, по-моему, Айрест Келлер, всё, вспомнил. ...грязиться в сон. Утром, спустившись с рюкзаком в фойе, я не применил пожаловаться Митродотелю, что номер оказался неуютным. Он выглядел смущенным и ответил, «Извините, мне не стоило селить вас там, но других свободных мест не было». На самом деле, после истории пятилетней давности, персоналу отеля не рекомендовано направлять клиентов в этот номер, если имеются другие варианты. Что за история, заинтересовался я. Обожаю слушать всякие местечковые байки и легенды. О, я помню этот день, как сейчас. Номер занял мужчина, и той же ночью нагрянула полиция и арестовала его. Оказалось, он сам позвонил полицейским и сознался в убийстве. У него раньше была богатая жена, и он отравил её, чтобы завладеть наследством. Он обставил всё, как самоубийство. Осознался из-за того, что, выйдя на балкон, увидел внизу свою мёртвую жену, гуляющей по лужайке. Вот совесть и не выдержала. История попала в газеты. И сами понимаете, что с тех пор люди не горят желанием селиться в номере, где когда-то ночевал жестокий убийца. Это да. Кое-кого этот рассказ, поведанный метродотелем с загадочным видом, мог бы впечатлить, но не меня. Какой же захолустный отель без собственного, беспокойного номера. Классическая заманиловка для любопытных дурачков. Очень интересно, дежурно кивнул я. Кстати, не подскажете, где ближайший Баскин Робинс? Метродотель любезно объяснил маршрут. Попрощавшись с ним, я вышел из здания и, довольно посвистывая, направился к нужному месту. ОК, это было не так громко. Стоп, все? Да, морожка, я правильно сказал. Я, типа, ожидал какого-то панча в конце, прям жесткого. В итоге, я там поигрался с... Ну, точнее, персонаж поигрался с игрушками. А, я понял! Боже ты мой, я догнал! Он, типа, представляет, что он играет с игрушками, а на самом деле он игрался с мертвыми телами этих детей. Все, я догнал. Мне не надо говорить о том, что я глупый. Ладно. Все. Спасибо, ребята, за просмотр. С вами был FlutterGrain. Подписывайтесь на мой Discord сервер. Скидывайте доначки. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok